Привет, с вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня хочу поговорить про моноиды. Вообще это пришло благодаря популяризации функционального программирования в нашу жизнь разработчиков, но пришло из математики, поэтому правильно рассматривать это понятие в контексте математики, что оно означает. На самом деле ничего сложного и далеко идущего из термина моноид не следует. То есть программисты очень часто избегают любой сложности, их пугает понятие моноид, хотя на самом деле вот в этом видео я хочу показать, что это совершенно простая штука, с которой вы все рано или поздно столкнетесь или уже много раз сталкивались, если у вас есть опыт разработки. И начать я хочу вот с чего, с понятия абстракции. На самом деле опять же слово абстракция многих пугает, но давайте разбираться. Вот представьте, что мы маленькие дети и учим арифметику, и как маленьким детям нам объясняют, что есть 4 яблока, к ним добавили 3 яблока и получилось 7 яблок. Либо есть 4 банана, к ним добавили 3 банана и получилось 7 бананов. И таким образом у ребенка складывается понятийный аппарат, связанный с какими-то предметами, которые он видел в жизни. Но вот ему задают вопрос, а что будет, если к 4 яблокам добавить 3 банана? Всем чего получится? И как раз вот здесь формируется абстракция, потому что дальше мы говорим, что мы можем откинуть яблоки или бананы и воспринимать числа просто как значения, которые подходят под определенную алгебру, под определенные преобразования. И нам, как взрослым людям, это становится совершенно очевидно, что 4 плюс 3 это 7, а что конкретно, 4 яблока плюс 3 яблока или 4 банана плюс 3 банана, это уже не так важно. Нам интересна сама операция. И вот это, по сути, та абстракция, которая первая приходит к нам в жизни, в школе. А дальше оказывается, что в математике еще больше абстракций существует. И вместо чисел мы можем сказать, что есть любое значение из множества. То есть число это значение из множества натуральных чисел или вещественных чисел, или любого другого множества. А множество, на самом деле, забегая вперед в программирование, это тип. То есть тип данных очень часто можно рассматривать как множество значений. А вместо сложения мы можем сказать, что существует некая произвольная операция. И вот на таком уровне абстракции появляется абстрактная алгебра, которая рассматривает произвольные значения, произвольные операции над ними. И вы, наверное, уже догадались, что как раз благодаря абстрактной алгебре появляется понятие моноид. Моноид это полугруппа с нейтральным элементом. Так это будет звучать определение в алгебре, в абстрактной алгебре. Нам это мало о чем говорит, поэтому давайте рассмотрим более понятное определение. Смотрите, первое, что есть в моноиде, это множество значений. То есть это могут быть цифры, это могут быть яблоки, это могут быть любые другие объекты, если мы говорим про программирование. Но главное, что есть множество. И существует некая ассоциативная бинарная операция, которая берет произвольное значение из этого множества, другое произвольное значение из этого множества и ставит в соответствие им третье значение из этого же множества. То есть у нас один и тот же тип есть и в первом, во втором и в третьем случае, в результате тоже. То есть бинарная операция называется ассоциативной, если неважно в каком порядке мы будем их выполнять. И самое важное, есть нейтральный элемент. То есть, по сути, маноид – это понятие алгебры, абстрактной алгебры, которая обозначает вот такой набор свойств. И вот теперь возникает, а что это значит для программистов? Вот такой вопрос. Ну, на самом деле, вот мы берем произвольную функцию, например, суммы, и говорим, что первое значение в этой сумме является числом, второе значение является числом, и она возвращает число, ну, а результат – это a плюс b. И оказывается, что это, во-первых, ассоциативная операция, потому что не имеет значения, если у нас есть какие-то несколько вариантов вложения этой суммы, то есть мы можем сначала складывать 2 плюс 3, потом прибавить к единице, а можем сначала сложить 1 плюс 2, потом прибавить к тройке. Это ассоциативная операция, результат все равно будет одинаковый. И у нас есть в этой сумме в числах нейтральный элемент 0. Таким образом, получается, что сама по себе функция сам – это ассоциативная бинарная операция. Number – это множество значений, 0 – это нейтральный элемент. Значит, что мы можем говорить о маноиде на множестве значений Number с нейтральным элементом в виде нуля. Вот это и есть уже маноид, то есть все три свойства сошлись, и мы говорим о маноиде. Ну, давайте пойдем дальше и зададим вопрос, что если у нас речь идет о объектно-ориентированной парадигме? Тогда у нас есть интерфейсы. И вот вы сейчас видите перед собой, что самый настоящий интерфейс маноида. Что это значит? У нас есть некая бинарная операция OP, у которой есть некий произвольный тип T, который будет задан уже непосредственно в классе, реализующем этот интерфейс. Соответственно, результатом выполнения этой операции является значение того же типа. Главное, чтобы у этого типа был нейтральный элемент. И тогда это маноид. Вот такое простое определение интерфейса и есть маноид. Что нам это дает в позиции разработчиков? Ну, во-первых, нам это дает возможность параллельной обработки. MapRedUse как раз может обрабатывать любые значения, которые являются маноидами, у которых есть бинарная операция. Почему? Потому что мы можем их выполнять отдельно, то есть ввиду ассоциативности, в произвольном порядке мы выполнили части большой сложной операции, состоящей из-за большого количества бинарных операций. И, соответственно, в конце мы можем их свернуть, то есть сделать reduce. Соответственно, любой маноид, любой класс, реализующий вот этот интерфейс маноид, может быть обработан параллельно. Это следствие маноида. Дальше это отказ от исключения. Нейтральный элемент может служить как раз тем выходом из ситуации, когда в случае, если мы не можем выполнить какую-то операцию, мы можем вернуть нейтральный элемент, который никак не изменит результирующие значения и поможет нам, соответственно, сохранить порядок выполнения. То есть мы можем сделать ничего. И также это можно назвать пустые действия. То есть когда нам по логике программы допускается ничего не выполнить, ну, например, если у нас есть программа, которая собирает данные с средств мониторинга, с каких-то конкретных элементов мониторинга, ну, например, с градусника, да, приходит температура, в какой-то момент измерение не смогло быть закончено корректно, и для того, чтобы цикл, допустим, не прерывался, он возвращает ноль, да, или какое-то другое нейтральное значение, которое никак не влияет на конечные расчеты. То есть ввод нейтрального значения позволяет нам, опрашивая в цикле какие-то устройства, не прерываться, не падать при ситуации, когда они не могут ничего вернуть, да, ничего дельного не вернуть не могут, но тогда они могут вернуть пустое значение, которое приведет просто к пустому действию, к ничему, да, мы ничего не изменили, ничего не сломали. И маноид дает нам общий понятийный аппарат, то есть теперь мы можем говорить с друг с другом, используя этот термин, мы можем говорить «сделай маноид», и мы тогда понимаем, что это пинарная операция, что это интерфейс, что это набор значений, и как они между собой взаимодействуют. Ну и повторяем этот изначально первый вопрос, так что же такое маноид? Смотрите, повторяемая архитектурная конструкция, предоставляющая собой решение проблемы, проектирование в рамках некоторого часто возникающего контекста, другими словами, называется шаблоном проектирования. На самом деле в программировании маноид это просто заимствованная из теории или из абстрактной алгебры сущность, которая является шаблоном проектирования. Таким образом, ничего сложного в маноиде нет, и я надеюсь, вам чуть понятнее стало, что это такое.